Уставшая от войны страна возвращалась к мирному труду. Именно в эти дни начали создаваться фильмы о трудовых традициях и сегодняшнем дне южноуральских мастеров. Златоуст. Полтора века стоят его заводы. Художественный цех, или как называли его в старину, украшенный цех. Цех златоустовских граверов, резчиков, полировщиков и рисовальщиков. Более сталь от из поколения в поколение передают и совершенствуют они свое тонкое искусство рисунка на стали. Художники-самородки. Внуки и правнуки тех, что учились у Ивана Бояршинова, у дедушки Бушуева, первых искусников златоуста. Николай Федотович Морозов. Художник-гравер. Полвека работает он в этом цеху. Александр Иванович Баронников. Его кисти принадлежат лучшие работы, выпущенные заводом за последнее время. Сейчас Александр Иванович занят украшением почетного меча за оборону Ленинграда. Яша Дымкин. Самый молодой мастер-гравер по металлу. Иван Матвеевич Козырев работает на заводе 41 год. Его специальность художественная резьба по дереву и по кости. Каждые 10 дней собирается художественный совет завода. Строго и взыскательно оценивается на нем произведение художников-граверов. Зима. Гравюра на стали. Уральский пейзаж. Охотничий нож. Сахаты. Работа Баронникова. Богата Россия железными рудами, не бедна и искусными руками. Сказанные сто лет назад слова эти лучше всего подходят к Ивану Ильичу Ноктеву, первому из первых златоустовских искусников. Много чудесных изделий сделано его поистине золотыми руками. Последняя его работа – альбом для рапорта уральцев товарищу Сталину. по вечерам к Ивану Ильичу приходят ученики, будущие художники-граверы. Смышленные ребята хотят стать такими же мастерами, как и сам Иван Ильич. Передача рабочего опыта из рук в руки особенно ощущалась непосредственно на производстве, где с невиданным размахом развернулось движение наставников. Знатный столевар златоустовского металлургического завода Василий Матвеевич Амусов охотно делился с учащими соремесленного училища своим опытом рабочего и задуманным планом проведения скоростных плавок. Амусов вызвал на соревнования другого знатного столевара, правда из Москвы, с завода «Серп и молот» Егора Степановича Гусева. Для обсуждения условий предстоящего соревнования Амусов отправился в столицу, где в теплой и дружественной обстановке было принято решение скоростной плавки москвича и уральца быть. Радостным событием ознаменованы эти дни у трудящихся города Златоуста. Здесь только что открылся новый дворец культуры. В создании этого лучшего на Урале дворца участвовали виднейшие архитекторы и художники страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова